Добрый день! Сегодня я хотел бы попробовать ответить на те вопросы, которые по сей день остаются без ответа. Недавно я услышал, как кто-то интересовался, почему у Прометея проблемы с печенью, почему именно печень страдает. В мифах ничего случайного нет, как и в священных книгах. Почему Прометей помог людям и за это расплатился здоровьем и жизнью? Если не знать логики Божественной, то есть логики, охватывающей большие промежутки времени, то эту притчу не понять. Под логикой Божественной я подразумеваю в первую очередь стратегические масштабные знания. Есть логика Божественная, но универсальная, которая касается абсолютно всего. и есть то, что мы называем собственной логикой Божественной. Так вот, если исходить из человеческой логики, то многие знания, которые изложены в священных книгах, понять невозможно. За что пострадал Прометей? За помощь людям. Почему помощь людям может приносить страдания и за нее нужно расплачиваться? Что такое печень? Я говорил о том, что печень связана с будущим. Обычно, говорят, желчный человек. У людей желчных, осуждающих других, бывают проблемы с печенью, с желчным пузырем. То есть, когда у человека гордый характер, упрямый, своенравный, осуждающий, у него страдает печень. И при чем тогда здесь Прометей? Прометей дал людям знания, возможности. Огонь – это символ знаний, символ способностей и возможностей. Почему за знания нужно расплачиваться? В Ветхом Завете сказано «Многие знания умножают скорбь». Там не дается ответа на это утверждение, нет объяснений. почему знания приводят к скорбям, то есть страданиям и несчастьям. Почему огонь, подаренный людям, подлежит возмездию тому, кто это сделал? и все заключается в системе приоритетов. Прометей дал людям знания, дал людям возможности, помог раскрыть способности, но не дал людям культуры и нравственности. знания без веры и нравственности самоубийственны. Они перерождают человека, портят его душу и характер и ведут к гибели. Поэтому знания люди получали соответственно своему уровню веры в Бога и нравственного развития. Если цивилизация обгоняет культуру, то цивилизация погибает. Так вот, человек, у которого сознание на первом месте, а душа, чувство на втором, у этого человека всегда будут проблемы с печенью. Потому что сознание связано с будущим. Это то, что мы называем духовной ценностью. И когда духовная ценность на первом месте, то желание осуждать, презирать людей бездуховных, это желание непреодолимо. Поэтому Христос говорил «Блаженны нищие духом». Поэтому в Библии сказано «многие знания умножают скорбь». Поэтому Прометей расплатился печенью за те знания, которые он дал людям, не обеспечив их культурой и нравственностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...